Уборочная техника начала работать в городе, как только позволила погода, не дожидаясь официального старта месячника по благоустройству. 14 апреля машины на полчаса свернули с маршрута и выстроились на Комсомольской площади. Руководители предприятий и глава района провели смотр техники, чтобы понять, все ли готово, всего ли достаточно, и будет ли имеющимися силами достигнута основная цель – чистый город к майским праздникам. Мы с оптимизмом смотрим на то, что 1 мая наш город будет сиять, сверкать, будет чистым, благоустроенным, очень комфортным, как мы привыкли всегда видеть наш город. В смотре техники приняли участие теплосеть, водоканал, ДРСУ, МВУ, содержание и благоустройство. Большинство машин, если и не новые, то в хорошем состоянии. Два-три года ей. При этой технике у нас, как видите, операторы, рабочие, которые на ней трудятся, работают. Поэтому, в общем-то, цель сегодняшнего мероприятия – это именно показать, что мы можем и чем мы будем убирать. Назад перевернуться можно, да? Да, это уже вон слева. Назад, ногой, ногой, раз, ногой, и влево, вправо, вправо-то, раз, и влево. Как бы хорошо не были подготовлены коммунальные службы к расчистке города от зимнего мусора, без помощи человеческих рук они не справятся. Поэтому 21 апреля в Подмосковье объявлен общий областной субботник. Справиться с силами только ЖКХ, ну, затруднительно. Я думаю, что каждый из нас может принять посильное участие в субботниках и вообще в наведении порядка. Поэтому я призываю. Лично покажу и своим примером. Есть совесть у человека, есть какая-то душа. Ну, приложи ее сюда, к нашему городу, чтобы он был краше и еще, и еще более краше. Нужно быть готовыми к самым сложным условиям, что, в принципе, показала эта зима, когда были такие серьезные снегопады, не хватало. Не хватало у нас ни техники, ни людей. Поэтому в нашем вновь созданном предприятии, мы МБУ Раменские автодороги, и содержание благоустройства МБУ. Конечно, нужно работать над тем, чтобы довыкуплектовать окончательный штат, думать и предлагать, что мы можем сделать в части докупки еще техники необходимой. Все уже горожане привыкли к чистоте, к порядку в нашем городе, к уюту и комфорту. Вот нужно все это подкрепить нашими действиями активными, умными и взвешенными. Желаю, чтобы у вас и у нас все это получилось. Техника сейчас отправится на свои рабочие места, и мы ее сейчас увидим в нашем городе, работающей уже непосредственно по тем направлениям, на котором она предназначена. В целом глава района оценил состояние техники на четыре, даже с плюсом. А до отличного результата обещал помочь подтянуться. На несколько новых единиц техники уже выделены средства. Антон Карташов, Елизавета Скребина для программы «Городские вести».